Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный обзор от компании Текмил и с вами я, Артур Идиатуллин. Новая торговая неделя вступила в свои законные права, и среди главных развитий на рынке можно отметить повышение долларов против основных оппонентов, а также снижение цен на нефть. Нефтяные котировки у нас открылись в минусе в понедельник, но незначительно они потеряли менее половины процента сегодня. Причиной этого стали настойчивые просьбы Трампа поднять производство ОПЕК на 2 миллиона баррелей, и эти просьбы будут содержать в себе неожиданную информацию о дополнительном росте предложения, которое не было заложено в рынок через решение ОПЕК. По смутным итогам заседания ОПЕК в прошлом месяце стало ясно, что некоторые члены картеля, которые проявили себя лучше всех в рамках предыдущего соглашения, то есть речь идет о Саудовской Аравии, она у нас получает возможность увеличить свое предложение, увеличить добычу, так как Иран у нас практически выбывает из рынка из-за санкций. Очевидно, что если с рынка ушли 2 миллиона иранских баррелей, или по крайней мере их присутствие будет снижаться, то оно должно быть как-то компенсировано через повышение добычи других участников. Если придет меньше рост предложений со стороны ОПЕК, то это будет содержать рынок вне предыдущего равновесия, то есть будет наблюдаться манипуляция ценами. В этом заключается такая незамысловатая логика президента США. Правда, он забывает, что иранские санкции он ввел, подписал собственноручно, однако дефицит на рынке почему-то должен ликвидировать ОПЕК. Сложно сказать, что скрывается ли что-то за этой наивностью Трампа, но не все равно рынок становится все более устойчивым филкомментарием. Так как у нас данные новости об этих комментариях Трампа у нас поступили с выходных, как видим, цены не сильно, незначительно отреагировали на данные новости, на данные события. Сегодня у нас цены потеряли меньше половины процента. Рынок даже сумел оправиться от слов Трампа, что он договорился с аудитами поднять производство на 2 миллиона баррелей. Об этом он сообщил в своем твиттере, но затем эти слова были немного скорректированы, исправлены официальным комментарием Белого дома о том, что садовская кровь имеет возможность повысить производство на 2 миллиона баррелей, но сделают это в случае необходимости. Такая несогласованность заявлений может резко подрывать влияние слов Трампа на нефтяной рынок. И поэтому в условиях сообщения о сокращении поставок крана на мировой рынок и умной позиции ОПЕК можно ожидать, что продолжение роста цен у нас... Мы будем видеть продолжение роста нефтяных цен до локальных пиков, которые находятся у нас на уровне 80 долларов за баррели. Попытка повысить добычу, то есть просьба Трампа это сделать, нацелена на то, чтобы добиться расположения электората перед ноябрьскими выборами, снизив цены на сырую нефть и подавив инфляцию на энергоносители, в частности на бензин для обычных потребителей. Именно инфляция базовых издержек, как топливо, может нивелировать эффект от налоговых реформ. Поэтому Трамп сейчас усиленно работает в этом направлении. Тревожный сигнал у нас поступил сегодня из Китая. У нас статистика Китая пристально изучается на сигналы ухудшения экономики из-за торгового спора США. Индекс у нас в производственной активности от КАЭКСИН у нас показал сегодня снижение. Он снижается до уровня 51 против прогноза 51,1. Что касается официального индекса в производственной активности, то есть от официального госоргана, он у нас составил 51,5 пунктов в июне, указав на чуть более сильное замедление, чем предполагалось. Прогноз у нас был 51,9 пунктов. Индекс уже более 23 месяцев находится в зоне расширения активности, то есть находится выше 50 пунктов. Однако растущий негатив в настроениях постепенно дает о себе знать. Сектор услуг остается более устойчивым к внешним рискам, так как очевидно, что он у нас ориентируется на внутренний спрос, который пока остается рабастым, в частности из-за кредитного стимулирования экономики в Китае. Основным поводом для опасений остается девальвация юаня, который уже чувствует на себе отток капитала наиболее осторожных инвесторов. Доллар у нас открыл неделю уверенным ростом против основных валют, против евро-доллара, прибавив почти половину процента также против фунт-доллара. Несмотря на позитивную статистику по экономике еврозоны и Великобритании, безработица в еврозоне, как показали данные, у нас снизилась до 8,4%. Это даже чуть больше, чуть лучше, чем предполагалось, в то время как индекс производственной активности в Великобритании у нас также показал расширение, которое превзошло прогнозы. Источником медвежьего давления для европейской валюты стала политическая напряженность в Германии, где урегулирование вопроса с мигрантами оказалось далеко от завершения, несмотря на новости на прошлой неделе, что все-таки урегулирование близится к завершению. Глава МВД Германии предложил уйти в отставку из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель. Аппетит европейских производителей к наращиванию инвестиций сдерживает угрозу тарифов на китайские товары, которые создают, конечно же, неопределенность относительно издержек китайского бизнеса и как оно отразится на торговом партнерстве ЕС и Китая. Понижение китайского юаня против доллара, против европейской валюты может привести к снижению китайского спроса на европейские товары, за счет того, что валюта теряет покупательную способность. Как уже было сказано в предыдущем обзоре, ставки на доллар могут расти на этой неделе. И, вероятно, этот процесс у нас продолжит развиваться перед отчетом по безработице в сельскохозяйственном секторе. В частности, важными данными станет также оплата труда. Это внесет некоторую определенность в решении ФРС во втором полугодии. Количество рабочих мест у нас, созданных в июне, как ожидается, составит 190 тысяч, в то время как оплата труда у нас должна вырасти 0,3%. Что касается занятости, то у нас соответствующий индикатор выходит сегодня. Это отчет по занятости от ICM. Этот отчет у нас выходит за июнь. Как ожидается, покажет, насколько у нас фирмы готовы нанимать новых работников. Это, конечно же, внесет ясность в изменениях найма. И прогноз по этому подолгу остается у нас умеренно быть. Чем фокус у нас сохраняется на монетарной политике ФРС и соответствующими данными, на которых она полагается. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду.